Дорогие друзья, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и сегодняшнее видео я хочу посвятить теме проблемы с печенью. Действительно, проблем с печенью огромное количество. И порой жалобы, которые у вас появились, вы, может быть, вообще никаким абсолютно образом не связываете с заболеваниями печени. И даже не подозреваете, что ваша печень страдает. Поэтому очень важно вовремя, соответственно, понять, что есть проблема, проблема серьёзная, есть заболевания печени, которые требуют диагностики и лечения. Поэтому смотри сегодняшнее видео, симптомы, которые могут быть при проблемах с печенью, тебя удивят. Они очень-очень распространены. Поэтому сегодня будем разбираться. Дорогие друзья, если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Это очень важно, потому что в следующих видео мы будем разбирать самые важные моменты и комментарии. Ну что, давайте разберёмся. Действительно, проблем с печенью может быть огромное количество. Печень – самый большой орган, внутренний орган. Его функция очень важна для всего организма, так как печень нейтрализует чужеродные вредные вещества. Это такой фильтр. Я по-другому называю очиститель всего организма. Плюс ко всему печень участвует в процессе кроветворения. И самая главная особенность печени, что отсутствуют болевые рецепторы. Соответственно, очень долго могут происходить разные процессы в печени, но жалоб может не быть, так как действительно болевые рецепторы отсутствуют. И, соответственно, жалобы могут появиться только при сильном-сильном-сильном увеличении печени. А это уже говорит о достаточно серьёзных заболеваниях. Поэтому, чтобы этого не допустить, давайте разберёмся, какие же симптомы наталкивают вас на то, что с печенью, возможно, есть проблемы. Ну, во-первых, это отёки. Если вы постоянно страдаете отёками, а я знаю, что множество людей регулярно даже уже не замечают этого, но, допустим, в вечернее время постоянно мучаются от того, что не могут там снять кольца с руки или одеть привычные домашние тапочки. Так вот, проблема может быть в том, что проблемы с печенью, соответственно, с почками и со всей выделительной системы. Обратить на это внимание. Трещины на пятках являются тоже достаточно такой серьёзной проблемой. И уже указывают на то, что надо разбираться с печенью. Почему такое происходит? Почему сейчас так у многих людей есть проблемы с печенью? Всё просто. Давайте посмотрим, что вы едите. Свой ежедневный рацион. Если вы посмотрите, действительно, выпишите списком, то я уверяю, что множество из вас просто ужаснётесь. Просто ужаснётесь. Я даже не беру там кетчуп и майонез. Я даже вообще их сейчас не беру. То есть учитывая, что мы на них закрыли глаза. Это огромное количество углеводов, огромное количество выпечки, огромное количество разных вообще непонятных продуктов, просто напичканных нитратами, различными добавками, которые негативно влияют на весь ваш организм и на печень в том числе. То есть, ну не надо потом удивляться, откуда у меня проблемы с печенью. А то, что вы пьёте алкоголь, а алкоголь практически убивает печень, потому что вы знаете, что происходит отравление организма, и печень усиленно-усиленно работает. То есть буквально небольшая доза алкоголя увеличивает работу печени в 10 раз, для того, чтобы нейтрализовать вот это вот отравление, соответственно, этиловым спиртом. Поэтому, вот, друзья мои, вот факторы, а если вы ещё курите, а если вы ещё едите там чипсы, сухарики, то есть, ну не надо потом удивляться, откуда столько проблем с печенью. То есть, что полезно для печени? Зелень, овощи, фрукты, да, соответственно, нежирные сорта мяса, это будет полезно, и, соответственно, очень, вообще в целом будет полезно для всего организма. Зуд и шелушение кожи. Если вы видите, что появились, знаете, такие симптомы, похожие на грибок, здесь, конечно, лучше проконсультироваться с дерматологом, но если дерматолог уже говорит, что нет, друг мой, это не грибок, значит, ищи проблему в печени. То есть, проблема с тем, что происходит выработка желчи, соответственно, выделение желчных кислот, которые оказывают вот такой вот эффект, да, зуда и шелушение. Если вы страдаете выпадением волос, проблемами со сном, повышением потоотделения, страдает концентрация внимания, чаще всего проблема в щитовидной железе или в печени, ищем там. Если вас регулярно беспокоит субфибрильная температура, это такая самая нехорошая температура, когда вроде бы она и небольшая, но она есть. Наиболее часто это указывает на то, что происходит воспалительный процесс в печени. Дальше, увеличение живота. Как только вы видите, что ваш живот стал расти, если вы точно не беременны, да, если женщина смотрит это видео, значит, делайте УЗИ, разбирайтесь. Особенно, если вы видите асимметрию, что одна часть пупка выше, другая, да, от живота, от пупка выше, другая ниже. Надо разбираться, в чем причина. Метеоризм и огромный выпад, то есть асцит, обычно живот с жидкостью. Соответственно, здесь мы видим и проблемы с пищеварением, то есть плохо усваивается, плохая перистальтика и изменение стула. То есть стул стал практически совершенно другой. Нужно обследовать вашу печень. Будьте внимательны. Дорогие друзья, специально для мужчин я разработала комплекс «Мужская мощь». Комплекс, который оказывает потрясающее влияние на твою потенцию, эрекцию, повышает либидо, улучшает качество твоих сперматозоидов, при длительном применении, повышает тестостерон. Многие мужчины, кто попробовал, уже отмечают потрясающие эффекты. Абсолютно натуральный, не содержит витаминов, ой, прошу прощения, не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов. И действительно абсолютно натуральный, только витамины и микроэлементы. Я вам крайне рекомендую. Первая ссылка в описании под этим видео. Переходите, заказывайте, пробуйте и ощущайте потрясающие эффекты.